Михаила Соловьева, прошу поприветствовать. Евгения Ефа представила меня. На самом деле, правда, я работала в традиционном бизнесе с 1991 года. Те партнеры, кто постоянно ходит на презентации, они, конечно, уже знают. Для новичков, конечно. 90-е годы, наверное, для всех были сложными. И занимались мы, понятно, всеми видами бизнеса. И торговлей, и оптовой, и розничной. И дошли до строительства стопопровода, уже более серьезное занятие, так сказать. И строительство. Ну, собственно говоря, много чем занимались. И на самом деле, правда, пережили все кризисы. Но последний как-то кризис особенно зацепил. Поэтому я начала искать альтернативные источники какого-то дохода. Промониторила рынки. Промониторила там... Ну, благо сейчас есть такая вещь, как интернет. Много чего промониторила. И в один прекрасный момент мне поступил звонок от моего знакомого. Михаиловна, такая вещь интересная есть. Вот тебе точно надо там... Ну, в связи с тем, что... У меня были вопросы к юристам. Это тебе точно подойдет там. У меня как раз не было в городе. Я приезжаю буквально в понедельник. И в понедельник мы встречаемся с Светланой. Она рассказывает, что такое европейская юридическая служба. Мне это стало интересно. И в тот же день я стала клиентом, партнером европейской юридической службы и начала решать свои вопросы. Ну, вот, новенькие, кто у нас вообще как бы информацией владеют? Что-то... О чем вообще речь пойдет? Или вообще просто ни о чем не слышали? Девочки, мальчики... Ни о чем не слышали, да? Светлана по голосу узнала. Даже не глядя. А Женю пришла. Понятно. В 2007 году европейская юридическая служба создала новый рынок, предложив дистанционные юридические услуги. Наш президент Сергей Сергеевич Батвинев в 2008 году вылил этот бизнес на рынок MLM. Ну, тот, кто слышал про сетевой маркетинг, я так думаю, что, наверное, многим он пугает, да? Да. Ну, поскольку мы все прекрасно понимаем, что сетевой маркетинг — это что-то с сумками связанное, баночки, скляночки, там, что нужно ходить и там прям тёргать за руки кому-то это предлагать. На самом деле это очень серьёзный бизнес. И тем более сейчас. Я вот на прошлой неделе была в Москве. У нас в Сургуте, я так часто не сталкиваюсь с другими видами сетевого маркетинга, но там просто какие-то предложения сумасшедшие сыпятся, как из рога из обилия. То есть люди в постоянном поиске, постоянно там рассматривают именно сетевой маркетинг, потому что там работают на основной работе. И люди сейчас понимают прекрасно, что, ну, просто там, занимаясь там в нами, ты себе, собственно говоря, особо много не заработаешь там ни на хлебушек, ни на жизни. Ну, на хлебушек, может, заработаешь как раз только. И Сергей Сергеевич Пкинёв открыл такой замечательный сервис. И он сказал, что мы знаем, как сегодня заработать на том, что завтра будет для большинства нормой. То есть юридические услуги – это такая услуга с неосознанной потребностью. Ну, все же, наверное, прекрасно знают и сталкивались. Когда начинает человеку рассказывать про юристов, ну, реакция у многих практически одна и та же. Нам юристы не нужны, мы вообще там самые законопослушные, мы ничего не нарушаем. Но здесь не надо ничего нарушать. Это как раз профилактика для того, чтобы не доводить до чего-то там сложного и страшного, как раз существует наш уникальный сервис. И вот Сергей Сергеевич Покринёв сказал, что проснувшись утром рано, у меня осенило вот создать такой сервис, когда пожарные приезжают за 15 минут до начала пожара. Эта фраза понятна? Да. То есть, чтобы не доводить до каких-то серьезных судебных процессов, судебных решений, можно всегда взять и проконсультироваться. Это просто услуга на расстоянии вытянутой руки. Все находится в телефоне. Сегодня я хочу привести вот такой отрывок из нажимевшей книги известного историка Юлия Ноя Харари. «Краткая история будущего». Книга издана в 2017 году. Он пишет, что для человечества настал переломный момент. Наша реальность изменилась настолько сильно, что мы больше не можем мыслить по-старому, и многие незыбленные законы перестают действовать. Вы согласны с этим? Что сегодня мир меняется настолько быстро, что мы просто не успеваем. То, что раньше было действительно там годами и десятилетиями, ничего не менялось, сейчас меняется со скоростью звука. И сегодня первую скрипку играют технологии и сетевые алгоритмы. Они эффективнее справляются с любыми задачами и лучше самого человека знают, что и когда ему нужно. Так представляете, эта книга написана в 2018 году. А наш сервис создан в 2007 году. Насколько наш президент умный, грамотный, образованный и продуманный человек. Он еще в 2007 году знал, что технологии – это будущее. И Европейская юридическая служба открывает новые ниши, и наши партнеры как раз и зарабатывают на технологиях будущего. Первый сервис – это дистанционная юридическая поддержка. То, что мы уже говорили, это услуги юристов онлайн. Их полцентр находится в Москве. Более 170 юристов оказывают круглосуточные услуги по всем видам права. 4 миллиона решенных консультаций – это такой банк данных решенных кейсов за все эти годы. Ну, представляете, сколько потребовалось бы, ну, какой-то юридической конторе, или там, тем более там юристу там одному, ну, решить столько вопросов. 4 миллиона решенных кейсов. Восемь стран присутствия. То есть это российская компания, которая работает в международном формате. Страны у нас – Россия, Казахстан, Украина, Армения, Грузия, Азербайджан, Беларусь, Польша. И вот чуть позже я скажу, сколько планируется еще открытие городов в этом году. И стран. Вернее, не городов, а стран, я говорила. У каждого в любом случае возникает 5-7 каких-то правовых вопросов в год. Хотя мы и говорим, что это нам не интересно. Но вот сейчас как раз я хотела бы пригласить сюда на сцену тех, кто решал свои вопросы у юристов, чтобы поделились своими историями, рассказали, как работает этот бизнес. Вот для наших новичков, кто пришел, им, наверное, интересно, как вообще, в принципе, это работает. Потому что, ну, немножко непонятно, правда, как это вообще происходит. Кто у нас сегодня? Елена. А, вот Елена. Вот рядом. Пожалуйста, прошу. Здравствуйте. Ею вспомогает. Это такая актуальная тема. С этого и началось все мое захождение, мой заход в этот бизнес. Потому что я сама была клиентом европейской юридической службы. И когда я убедилась, сколько вопросов можно решить очень просто, экономя свои нервы и деньги, мне это очень понравилось. И уже после этого я рассмотрела возможность и здесь зарабатывания денег и построения бизнеса. У меня лично в истории очень много. Я их уже рассказывала неоднократно. Мы сэкономили очень много денег. Реально, ну, вот столько это точно. А у меня свежая история уже моих партнеров, которые зашли уже по моим рекомендациям в бизнес. Вот буквально сегодня мой партнер из города Сочи звонила нам и рассказывала. Она обычный юрист. Больше 10 лет проработала в налоговой. Ушла оттуда по состоянию здоровья. Потому что она сказала, я поняла, что я не доживу даже до 40 лет в таком режиме. А у меня еще дочь ее поднимать нужно. И она ушла к обыкновенным штатным юристам на зарплату к очень крупному предпринимателю города Сочи. И сидит у него там на окладе и дополнительно ведет еще практику, ну, обычную, когда к ней обращаются люди. И вот она сегодня нам рассказала, что несколько дней назад этот ее крупный предприниматель заключал сделку на 70 миллионов. И она, будучи узкопрофильным юристом, эту сделку уготовила. Но возникали некоторые нюансы, в которых она сомневалась. Она зашла на пакет консультант, обычный пакет консультант. И проконсультировавшись с юристами, они ей разложили полностью всю правовую подоплеку вот этой сделки. И подсказали правовые моменты, как они могут безболезненно обойти вот те и другие. И она говорит, мы так классно составили договор, что вторая сторона просто была в восторге. Как это вы так смогли? Это вот прям свеженький. И у нас буквально несколько дней назад, я приехала в Сочи несколько дней назад, и две недели назад мы проводили там презентацию в торгово-промышленной палате для предпринимателей. И я тоже попросила из зала моих партнеров рассказать примеры для предпринимателей, как юрист помогает именно людям. И мой партнер вышел и рассказал, что он в данный момент строит дом в городе Сочи, а там все очень сложно с этим. И вот он уже дом достроил, у него идет подключение света. Он обращается, вот у нас там Тюмень-Энерго, а там... Сочи-Энерго. Нет, не Сочи, Кубань-Энерго у них там. Он обращается в Кубань-Энерго, чтобы ему подключили свет. Ему предлагают купить счетчики определенного образца только в Кубань-Энерго, и стоимость этих счетчиков такая запредельная. Он говорит, по карману бьет. Он говорит, я залез, посмотрел, что есть как бы аналогичные счетчики в 4 раза дешевле. Они ему отказывают, нет, только вот у нас и вот за такую цену. Он позвонил юристам, юристы ему подняли всю эту базу и сказали, нет, счетчики вот такого вот, вот такие очень соответствуют вот этому, поэтому можете смело их брать и идти их, значит, ставить. Он купил вот эти дешевые счетчики, приходит в Кубань-Энерго, они ему опять отказывают, говорит, нет, вот если не наши, то никакие. Он, значит, опять с юристами связывается, юристы очень подробно объясняют, что вы не правы. Они идут другим обходом. Тогда мы, типа, должны их взять на экспертизу, соответствуют они нашим или нет, и после этого мы вам их устанавливаем. Он им сдает их на экспертизу, эти счетчики, они 2 недели ему, значит, тянут время, через 2 недели, говорит, да, они соответствуют, да, можете их устанавливать. Он их устанавливает, он их идет, устанавливает, подключать свет. И ему, говорит, вам нужен технический план. Он говорит, как, вчера не нужен был? Вчера был не нужен, сегодня новая поправка, вам нужен технический план, он стоит 22 тысячи рублей. Он, говорит, вот так за голову схватился, говорит, елки-палки, на счетчиков сэкономил, а здесь влетел на 22 тысячи из-за этого техплана, потому что вот эта поправка вступила в силу только вчера, и вот с сегодняшнего дня все должны для подключения вот эти техпланы. Он, говорит, я расстроился, звонит юристам, они ему, вот, ничего подобного. Вы эти счетчики приобрели вот тогда, сдали им, вот тогда заявление написали, вот тогда на вас эта поправка не распространяется. Он приходит в этот Губанин Дерго, они ему, говорит, нет платить, он опять созванивается с юристом, ему объясняют, что нет, все, все, пришли, подключили свет. А большинство бы людей, что бы сделали? Пошли бы и заплатили. И счетчики бы за 12 тысяч купили бы и заплатили бы еще вот это вот, все. Понимаете, он говорит, да мне юристы нужны каждую секунду, я тут строюсь, тут дорогу рассыпаю, тут, это, он говорит, мне каждую секунду нужны юристы. У нас уж про деньги стали говорить, да? Буквально вот истории полчаса. Час назад позвонила сестра и рассказывает такую ситуацию, что больше 10 лет назад она брала кредиты потребительские в разных банках. Не буду называть, но вы догадаетесь, да, три наших известных банка. Хоумбанк, Солхоумбанк и третий, ладно, не буду говорить. Мне приходят и говорят, кредитом больше 10 лет, мы их выкупили, поэтому кредит у вас долг 100 тысяч, вы можете заплатить 8 даже в рассрочку, поэтому кредит у вас долг несколько сотен тысяч, можете заплатить 15 тысяч, а поэтому кредит у вас долг уже накапал чуть ли не под миллион, но в принципе, если вы 26 тысяч заплатите в рассрочку, то тогда мы все вам простим. Она говорит, Женя, что мне делать? У тебя же, говорит, юристы есть. Я говорю, ну хорошо, я позвоню. Звоню юристам, проходит буквально там несколько минут, они перезванивают, хотя вопрос не срочный как бы был, да? И говорят две ключевые вещи. Первое, во-первых, что срок исковой давности у нас по гражданскому кодексу 3 года, а кредит, который даже если она давно брала, он поскольку потребительский, максимум мог быть на 5 лет. То есть в любом случае все сроки истекли, и она платить ничего не должна. Если к ней будут приходить, пусть вызывают полицию еще, но дальше они говорят другую вещь очень важную. Я понимаю, почему. А она мне уже говорит, слушай, на копейке предлагает, может быть, отказаться и быть с чистой историей. Дальше юрист говорит, что если вы делаете хотя бы хоть один платеж по тому просроченному кредиту, то у вас заново включается срок исковой давности. Понимаете, какие вещи, да? То есть людей подводят к тому, обманывают просто, подводят к тому, чтобы опять вывести на те несуществующие проценты, которые за 10 лет набежали там и которым никто никогда не пользовался. Вот. Несколько сотен тысяч там было, спасибо, здесь, тоже миллион, но просто уже обычного лица. Да, да, можно. Я просто в продолжении как раз кредитов хочу сказать, вот я сегодня прочитала такую интересную вещь. Сейчас банки вообще делают еще вообще более интересные вещи. Если у человека там был кредит за должность и там что-то там, ну, не рассчитывается, да, они ему дают овердрафт, зачисляют на его счет деньги и включают по-новому там счетчик. То есть нужно там смотреть в договоре, там есть ли вот это вот именно там овердрафт. Потому что и прям даже вот это я сохранила, что там даже такая ключевая вещь, что там еще такие обходные фразы. Овердрафт вроде бы не пишут, но пишут какими-то другими фразами. То есть как могут, так и... Повторяюсь, коротко, все живут в квартире? Да. Все же живут? Один. Ну ладно, в доме, но про дом я потом, просто времени нет, мало. Хвост мусор-провод. Нет, нет. Пользуйтесь им? Да. Кто не пользуется? Нет. Перерасчетку сделайте. Счетчик у вас, день-ночь стоит тариф, в расчетке посмотрите. Тоже сделайте перерасчетку. Я просто столкнулся, просто подал перерасчет и они дали мне другую вообще сумму. Я просто написал заявление. Они мне такую сумму выкатили, сейчас как бы у нас очень тесные разговоры идут. Вот они очень так мило сейчас разговаривают. Так что посмотрите приложение ЕЛС, там очень как бы... Забыл как называется это. Да. Так что займитесь этим образом. Спасибо. Скажите, вот интересные истории решаются. Бытовые. Начиная от бытовых, от счетчиков и заканчивая 70 миллионами сделками. То есть решаются не только... И что касается здоровья, у нас масса различных решенных вопросов среди наших партнеров. Поэтому решаются все, что угодно. И вот я просто хочу еще заострить внимание, там как мы... Уже понятно, что, например, как работает этот сервис. И как он, наш сервис, как дистанционные юридические услуги перерастали с 2009 года. То есть 3399 человек в 2009 году и в 2018 уже 1 250 миллион. И на сегодняшний день уже более 2 миллионов клиентов. Динамика какая, да? Существенная. Рынок пустой, потому что. И вот как раз перспективы на рынке России. То есть, собственно говоря, на рынке России от 0,5 до 1,5 миллиарда долларов общий объем рынка дистанционных юридических услуг. И рынок юридических услуг для малого и среднего бизнеса оценивается в 40 миллиардов всего, да? Россия все еще имеет низкие показатели проникновения юридических услуг, что открывает значительные перспективы на этом рынке. Согласны? Поэтому рынок онлайн юридических услуг свободен. Это редкий случай в наше время, когда нет конкурентов на пустом рынке работать. Но согласитесь, я так думаю, что это огромное удовольствие. Нашими партнерами европейской юридической службы являются такие монстры, банки, как Сбербанк, Сургутнефтегазбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк и страховые общества. Ну, я думаю, те, кто живут в Сургуте, все прекрасно знают, например, для того, чтобы пройти проверку, например, Сургутнефтегазбанки, на какую изнанку выберут эту фирму. То есть это так передвихнут, не знаю, там все просеют через сито. Поэтому сомнений, я думаю, ни у кого не возникает, что эта фирма, наша европейская юридическая служба, очень серьезная и на рынке занимает достаточно весомое положение. Мы проводим правовые диктанты, потому что знание юридических правок и все прочее у нас очень скромное, так сказать. Ну, вроде бы пока не сталкиваемся, вроде бы пока и не надо. Собственно, и знать вроде не надо. Но когда уже столкнешься, уже может быть и поздно. Поэтому мы в Сургуте проводили несколько правовых диктантов. Ну и европейская юридическая служба в течение года получает много различных дипломов, номинаций, участвует в разных программах и занимает первые, вторые места. То есть очень радостно и гордость берет за нашу компанию. Но не только услуги юридические. В этом году компания запускает совершенно новый сервис «Здоровье Донор». Такой же уникальный сервис, дистанционный, потому что технологии уже отработаны. Онлайн, ну, то есть уже все отработано, все разработано. Почему бы, например, не применить эти технологии немножко в другом направлении? И это направление здоровья. Если юридические услуги – это услуги с неосознанной потребностью, то здоровье, я думаю, нужно всем. То есть следить за своим здоровьем – это, ну, любому человеку интересно. Это интересно, это нужно на сегодняшний день. Потому что сейчас мы все находимся в состоянии постоянного стресса. И, собственно говоря, мы не можем этот уровень стресса определить в своем организме. Плохо спим, нет аппетита иногда, или наоборот. Или наоборот, чрезмерный у кого-то аппетит. Это тоже стресс, так сказать. Мы любим говорить «заедаем стресс». Но к чему приводит этот стресс? И что такое вообще здоровье? То есть, согласно Уставу Всемирной Организации Здравоохранения, здоровье является состоянием полного физического, душевного, социального благополучия. То есть это не просто, ну, а не только отсутствие болезни и физических дефектов. В нашем понимании здоровье, ну, вроде бы, чтобы только там что-то где-то не болело, не кололо, там, не резало, ну, вообще, как говорится, физические боли не испытывать. Но на самом деле это гораздо шире это значение. То есть тут и душевное, и социальное благополучие – это тоже здоровье. Если человек спокоен, если он находится в равновесии с самим собой, соответственно, и здоровье, я думаю, у него тоже будет в норме. И вот как раз приводится шкала такая. Больше всего заболеваний, вернее, смертельных даже случаев, что у нас – ишемическая болезнь сердца, инсульты. Ну, то есть самое, основное, даже, ну, рак стоит где-то там гораздо ниже, чем все, что связано с сердечно-сосудистой системой. Так вот, наш вот этот новый сервис как раз сейчас запустил программу мониторинга сердечно-сосудистой системы. Сейчас, ну, вообще-то это пошел такой тренд на здоровый образ жизни. Сейчас люди начали заниматься спортом, начали следить за своим питанием. С хорошим уровнем достатка люди уже, ну, переключились именно на здоровый образ жизни. Понятно, каждый пытается снизить какие-то риски и, соответственно, поддержать свое здоровье, как психологическое, так и физическое. Новая разработка для заботы об организме – умный браслет с специальными датчиками, которые, собирая данные состояния организма человека, будет считывать более 43 параметров. То, что я проговорила, это сердечно-сосудистая система. И в дальнейшем пойдут уже подключения поэтапные. Это желудочно-кишечный тракт. И даже вот такая функция, как снятие параметров, замер уровня сахара в организме, ну, уровня сахара без прокола. Неинвазильный замер. То есть многие задают вопрос, что такого просто быть не может. Но на самом деле уже технологии позволяют это делать. И представляете, как удобно будет человеку, который болит с сахарным диабетом, и надо будет прокалывать пальцы там несколько раз в день, искать, покупать где-то эти полоски, там и все прочее. То есть это все будет у него просто на руке, в таком умном браслете. И эти данные будут считываться, и через мобильное приложение, которое будет находиться в вашем мобильном, ну, в телефоне, да, отправляться на медицинский центр в Москву. То есть полный контроль за человеком, за его организмом, как он работает. И сейчас вот Светлана поделится, у нее уже есть этот гаджет, он уже мониторит ее состояние организма, и она сейчас расскажет, как это работает. Многие говорят, вы хотите нас всех обмануть? Мы услышали, да, про такое? Фантастику какую-то рассказываете? Такой прибор находится у меня на руке. Это часы, это фитнес-трекер, который мониторит мое состояние. Информация с этого устройства попадает вот в это мобильное приложение, которое рассказывает, показывает, что происходит с моим организмом. На сегодняшний день индекс моего здоровья хороший. Есть шкала, которая будет вам также показывать, в каком состоянии ваш организм. И если мы берем показатели, то сердечный ритм у меня, я считаю, нормальный. Это реальное давление, вариативность, ЭКГ и сердце, физическая активность. Вот давайте сон разберем детально, как я сплю. Ребята, цель по сну у меня выполнена на 113%. 9 часов сна на трейс, в которых глубокие, 5 легкие, и, в общем, без сна я не находилась. Полностью есть геограмма, по которой можно понимать, в какую фазу сна меня будить. Или в какую не будить вообще, в принципе. Не трогай. Не трогай. Телефон-то рядом можете, чтобы посмотреть, когда агрессивно. Выводила на мониторах. Агрессивная я всегда. Дальше идет состояние органов брюшной полости. Это пока не активно. То есть идут разработки. Но когда мы говорили, что сердечно-сосудистый блок закончен, и мы не понимали, что будет мониторинг состояния органов брюшной полости. Я считаю, что это тоже очень серьезное направление, так как из-за стрессов у нас страдает не только сердечно-сосудистая система, но и гастриты, и панкреатиты, и все остальное. Дальше в этом мобильном приложении есть календарь приема лекарств. Дыхательная терапия, вибрационная терапия, гидротерапия, диета. Вы можете также прописывать все необходимые параметры. Дальше. И если мы говорим про врача, у нас здесь находятся все консультации врача, медицинская карта, календарь консультаций. Вот это позволяет нам более детально отслеживать наше состояние здоровья, понимать, что с ним происходит, и как минимум не дать себе умереть, когда мы идем к каким-то результатам. Мы не умеем дозированно относиться к своему организму. Мы или сильно много работаем, да, или сильно хорошо отдыхаем, что потом не можем вспомнить, где отдыхали. Поэтому у нас есть сейчас тот прибор, который позволяет нам жить долго и счастливо. Интересно. И мобильное приложение постоянно будет развиваться. Это вся информация. А, кстати, хотела показать не только это еще. Я сегодня тут немножко покопалась и посмотрела, что есть статистика за неделю, за месяц измерений и так далее. То есть я вижу средний пульс за месяц, средний пульс, максимальный пульс и так далее. А если мы говорим про кардиограмму сердца, вот сейчас я посмотрю детально, написано «Последние измерения сегодня 17-13». Я просто уже на презентации померилась. На кардиограмму написано «КГ в пределах нормы». Порадуйтесь за меня. Я порадую за вас. Я хочу сейчас как раз пригласить... Так будет выглядеть весь процесс. То, что Светлана проговорила, то, что через мобильное приложение данные собирается отправлять в медицинский центр в Москву. И там мониторят ваше состояние. Если вдруг человеку стало плохо, ему звонят и говорят, у вас привык фарклых, привыксульное состояние, у вас сейчас привыкшен уровень стресса, пожалуйста, привейте лекарства, там выпейте стакан воды, там сядьте, ляжьте, вызовьте скорую. То есть врачи контролируют состояние человека. И если вдруг человек не отвечает, и не отвечает его доверенное лицо, которое будет подключено тоже, чтобы понимать, например, если кто-то своим родителям такой сервис подарит, или там своим близким, вы можете подключиться как доверенное лицо, и вам будут приходить все показания, которые там считываются. То есть вы будете спокойны, что ваша мама, папа сейчас находятся в хорошем состоянии, но если вдруг не отвечает там ни человек, у которого этот газ жет на руке, ни его доверие на лицо, значит, ему вызывают, а человеку плохо врачи видят, то вызывается скорая помощь в том месте, где находится клиент, поскольку в этот трекер вшит GPS-навигатор. Вот так вот сейчас такие технологии. То есть, пожалуйста, много тут интересных вещей, которые мы там проговорим еще чуть позже об этом. Это такие медицинские центры в Москве, которые являются партнерами как раз в разделе медицина. То есть кто так или иначе как-то сталкивался, вы видите, что это очень серьезные клиники, Морозовская больница, медицинский центр имени Бурназиана, это огромный центр в Москве. Ну, то есть очень серьезные партнеры. И вот немножко тут сервис в лицах, это те врачи, которые будут обслуживать. Это не просто там врачи, а кандидаты медицинских наук, достаточно высококвалифицированные доктора. И сейчас я хочу пригласить тех, кто воспользовался уже сервисом телемедицины. У нас есть еще такой сервис, как телемедицина, да, конечно. Нужно даже? Уже воспользовался? Да, я просто звоню, мне кажется, когда они уже знают мой номер. Нет, такого, кстати, не было ни разу. У них, я прочитал еще на сайте, что у них, кстати, по этикету не больше трех годков, если я не ошибаюсь, 120 секунд. Вот они всегда берут, кстати, я засекал. Ну, кто помнит, все началось у меня просто с ромашкового чая. Я узнал, какие чаи там надо пить. И мне врач задал вопрос, ты, говорит, печенье ешь? Ну, кто печенье-то не ест? Я говорю, конечно, есть. Ем, все, как бы. Мне сказали просто сдать анализы обычные, знаете, которые вообще анализы, я пошел, сдал. Он говорит, сфотографируйте и отправьте. Я через приложение сфотографировал, отправил. Мне стало интересно, что скажет мой врачащий леч, который по... Договорился? То есть поднялся к тому врачу, который, да, по месту жительства, я забыл, как его назвать. Я такой терапевт. Вы поняли, да? Я отсидел в очереди. Ну, мне уже сказали, короче, что у меня, как бы. Ну, мне просто стало интересно. Передо мной пять людей еще. Да. Ну, потом в итоге зашли еще ветераны труда, как бы, я их тоже пропустил. Ну, ладно, об этом потом. Я захожу в итоге, говорю, показываю анализ, мне говорят, да все нормально, говорит, иди домой. Я такой, знаете, думаю, ну... Как нормально? Ну, как бы, ну, как нормально? Это же понятие растяжимое, это на руках нормально. Ну, нормально. Да. Жить будешь. А она мне говорит, ну, вы же молодой. Сколько вы? Ну, 23. Ну, что ты, говорит, хочешь? Живой же, говорит, ходишь. Все нормально. Ну, знаете, я просидел, как бы, ну, многие сидят в очередях, да? Я просидел, мне, как бы, ну, я понимаю, что вам неинтересно, как бы, ну, я жив, я вот. Ну, начал, как бы, откровенно разговаривать. И она посмотрела на эти анализы и говорит, ну, у тебя, говорит, все нормально. Что тебе еще сказать? Ладно, я достаю приложение, и говорю, вот, мой врач мне сказал. У меня, оказывается, уже в 23 есть, как это называется, из-за чего инсульт? От холестерин? Холестерин, да. Да, вот кто-то правильно сказал. То есть майонез все же едят? Кетчуп, там, масло. Ну, такие вот, знаете, как сказали. Да, с печеньем еще, вот. Понимаете, вот, суть-то в том, понимаете, что вот, простой врач, он не обратил внимания. И знаете, я когда вот сидел, да, пять человек пропустил, еще ветерана труда обещал напомнить. Понимаете, я просто потом понял, что, ну, вот оно. Но, я уже просто скинул, мне вот он ответ. И мне уже сказали, что мне нужно для этого сделать. Так же пить ромашковый чай, то есть так же занимается, понимаете. Очень важно мне сказали, что нужно гулять. Мне повторили это раза три, наверное. Нужен свежий воздух. Не просто выйти, говорит, из квартиры, нужно пройти в лес. Понимаете, то есть, ну, как бы... За ромашкой. Природа. Вот понимаете, лечащий врач, который вот, ну... Велик, он все ромашку стоит. Да, Олесию, Олесию, да. Вот, она как бы настоятельно, понимаете, рекомендует. И это не просто, который человек позвонил, сказал, да все нормально. Мне еще каждый восемь часов вечера мне звонят и спрашивают, где сделать или нет. Понимаете, вот, я просто сейчас готов, как мы с Алексеем говорили, каждое утро выходить на сноуку людям, рассказывать об этом, раздавать и просто кричать об этом. Спасибо. У кого-то еще есть, да? В телевидении кто-нибудь пользовался теледоктором? Человек. Теперь попользуемся. Да, давайте включим запись. Сейчас вот, смотрю, это специально будет. Выберем. Отделитесь, Алина, вы? Алина. Алина. Давайте положить что-то. Кто еще? Отделитесь, Алина. Посмотрите, Алина. Нет, Алина. Вот она, выключаем. Давайте быстрее, стой, 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 стой. Здравствуйте, меня зовут Алина. А вот, когда на той неделе у ребенка... У ребенка начался понос. Нормально, нормально. И я позвонила теледоктору. Они мне сказали... Ну, я сейчас спросила, что нужно делать, какие меры для того, чтобы предотвратить. они мне сказали, что нужно есть, что не нужно есть, то есть, как бы, чтобы не было поноса. Чтобы они... Жизнь, я уже не могу... Это не было настроено. А я... Так, так, я еще звонила... Какие аналоги? То есть, у меня тоже проблемы были по поводу себя. И позвонила и спросила, какие могут быть аналоги. И они мне все это сказали. То есть, рассказали, как пользоваться, что можно делать, что нужно. Ну, то есть, много раз я, в принципе, звонила, но... Ну, то есть, вы представляете, что, например, телемедицина заработала, и можно... Вот сейчас мы хотим включить вообще интересную запись. Есть, конечно, мелочи, да, вараромашковый чай, но мелочи, да, когда определенного времени. А есть очень серьезная ситуация, которую, если бы не решили, возможно, это тоже была не очень приятная история. Сейчас включим запись. Хотелось поделиться историей, которая сегодня произошла. У меня есть партнер, у которого недавно было предусмотрено состояние. Она в марте пролонгировалась на бизнес-ход «Стандарт», чтобы у нее появился интеллект-доктор. кромеальный пакет. После предусмотренного состояния она находится на лечении там... Круче-выше. Не, не жуще-мешно. В специализированной клинике, которая устанавливает гердные клетки, скажем так. И на амбулаторном лечении при этом ей выписали какие-то препараты, после которых она себя очень плохо чувствует. И состояние психологическое нестабильное. Она может то плакать, то смеяться, то готова в автостопах куда-то уехать, то там на грядки в хозяйство уходит, там, в огород. То есть вот... Ну, просто человек сам не знает, что происходит с ней. И тут она активировала себя в стиле «Доктор». Отправилась... Она отправила все снимки, все вот эти вот выписки, которые доктор ей писал нашему доктору в Москву. В итоге с ней связался врач. Вот она мне сегодня звонила вся прямо довольная. Таня, мне помогли. Оказалось, когда посмотрели, что ей назначают, сказали, что это вообще самые-самые крайние и жесткие дозы, которые вообще можно назначать. И при том, что у нее возраст... Ну, она еще девушка среднего возраста, поэтому ей такие дозы вообще нельзя ни в коем случае принимать. Это, в принципе, укорачивает ее жизнь. И присмотрели лечение, назначили лекарства и самые легкие антидепрессанты, которые что бы... Ну, просто выйти из кризиса. И сказали, что то, что ей назначили врачи, просто все отменить и ни в коем случае нельзя это принимать. Ну, и также нам будет с ними дальше общаться, потому что... Вы вообще представляете, что происходит в традиционной медицине? Если честно, я очень в шоке. После того, этого человека, у него уже в трех год такая ситуация, и вот... Очень здорово, что у нас такой сервис есть. Специально наговорила аудиосообщение, чтобы передавать информацию из уст в уста. Пока она не готова это все написать. Ну, вот... Мы уже как лидеры знаем, что это все работает, что все помогает, поэтому... Работаем, друзья, товарищи лидеры. Вот так. Смотрите, это вообще очень серьезная история. Ну, на самом деле, это уже даже не смех. Еще есть? Я хотела, что сказать, ситуация без духа. Да, давайте. Хотя бы, ну, я выходить можно, не буду, ладно? Я тоже вот сейчас лежала в больнице, и вот мне помогла тоже эта женщина, врач, она сама в Краснодаре, правда, но у нас состоит в этой группе здоровья, семенцов и любовь я взялась Александра Вячеславовна. Получилось как? Вы когда-то с ней друг друга знали? И она мне звонит в больницу, а мне давали такое лекарство, они говорят, гриты какие-то, они уже мне подходят. И она мне звонит, сейчас же мне говорят, соли тебе пей, все. Вот я пью, у меня голос пропал, температура, меня всю цепью покрыла. Вот лежу у них пульмонологии, два месяца почти пролежала. Я вот девочки нашей группе знаю. Я, представляете, вот это... она мне звонит и говорит, ты пропала, тебя ни в интернете, ни в нигде, ты где? А я, говорю, стала с ней разговаривать? А она, голодства у меня нет, говорит, а что с тобой случилось? Я говорю, у меня голос пропал, лечение астмы, говорю, какие-то дали таблетки. Она говорит, ты проверь, ведь что тебе дают? Я говорю, я откуда знаю? Она это сразу называет. Потом говорит, сейчас минутку. Она меня соединяет и тоже кандидат медицинский внук, она вот эта вот, Семенцова, Семенцова, она сразу говорит, вы разговариваете со мной. Я с ней стала говорить, она говорит, кто у вас долг? А я разговаривала, кто что, на какие лекарства вам дают? Я говорю, вы знаете, вот такие-то, вот такие-таки. Но я им название толком-то не знаю. Она сразу сказала, она говорит, раз у вас сердечное недостаточие, раз у вас астма медикаментозного характера, вам ни в коем случае нельзя вот эти ингибриды, какие-то все, сейчас вам надо прекратить и спить, и вот такие-таки-то лекарства, семь дней, очень пить надо, по три раза в день, и через, они только, где-то через 2-3 месяца выгонят вот то, то, что у меня, чем травили. Да. И вот я тут сейчас хоть чуть-чуть говорить могу, и как-то там люди пришли, а то у меня все было обметано, и до сих пор еще, знаете, он потел вот там где-то, где-то по чуть-чуть. Ну вот вы считаете, это сервис нужен? Отчего ли сервис нужен? Я не поняла. Какие таблетки? Что? Вот если бы не они, то считайте, тоже на тот свет ушло. Кто-нибудь, если наш сервис, если вы считаете, наш сервис нужен сейчас? Вы меня слышали. В наше время? Да, да, ваше сервис, я беру за нашу, посадиться на эту. Только нам как садали. Наталья Камбарна, можно? Да, да. Ну, давай. А то мы уже... Потому что пока в демо не тяжело. Хорошо, давай. У меня два года назад маме также выписали лекарства. У нее начала ухудшаться память. И получается, что как бы обратились выношу психиатрию на юности к участку? И он также выписал препараты, выписал снотворное плюс, так как она плохо уже спала. А я всего лишь начала замечать, что она просто в течение одного и того же дня одну и ту же книжку читать заново начинает. Мне стало страшно. Думаю, ну так пойдет на улицу, да, и просто забудет адрес. И обратились, хотя мама была абсолютно нормальной, живой человек, общительной, веселой. За три дня после начала приема препаратов у нее начались жуткие галлюцинации, очень серьезные, очень страшные. В общем, за три дня она сошла с ума. И процесс оказался необратимым. Когда я сделала МРТ, показала атрофию головного мозга. В феврале этого года мама не встала. Ну, как бы вот за два года просто человека нет. И никто у нас ни за что не отвечает, если бы в тот момент был бы этот сервис, что я могла бы реально получить второе мнение. Возможно, она была бы сейчас рядом со мной. Поэтому это очень важно, это очень нужно. Спасибо огромное Сергею Сергеевичу, что вообще такое для людей сделал. Поэтому по возможности максимальному количеству народу заведите вот такую шикарную, просто уникальную возможность для людей, чтобы они помогали друг другу и чтобы были живы и счастливы как можно дольше. Спасибо. Ну, наверное, уже здесь ничего не добавишь. Сплакнули. Вот так вот будем пользоваться нашим сервисом, будем спасать своих родных и близких, продлять жизнь себе и родным. Так что я думаю, что здесь ни один человек не останется равнодушным к такой услуге. Что я хочу сказать? Переключимся сейчас на бизнес. В любом случае вот такое интересное это. Все хотят сейчас заработать, ищут разные возможности. И когда начинаешь говорить, предлагать бизнес, нет денег. то есть если нет денег, то нужно делать бизнес. А если денег нет вообще, то бизнес нужно делать срочно. И наш сервис позволяет это делать. С чего начать? То есть если человек хочет начать заниматься бизнесом, соответственно, что нужно ему пройти? ему пройти нужно просто не знаю, всем круговато, наверное. То есть нужно проанализировать рынок, нужно понять, каким ассортиментом что ты хочешь на этот рынок привезти. Нужно открыть свою фирму, нужно арестовать помещение, нужно получить лицензии, всякие различные разрешения и все прочее. То есть нужно рассчитать вообще бизнес-план, когда у вас вообще окупится ваше вложение. то есть нужно дать рекламу, нужно привлечь как-то клиентов и этих клиентов еще нужно удержать. И чем удержать? Когда, например, ты столько сил и денег вложил в развитие своего бизнеса, вроде бы чуть-чуть начал вставать на ноги и вдруг в соседнем подъезде или в соседнем доме открывается что-то аналогичное и все ваши клиенты, которых вы там прикармливали какое-то время, они ушли к вашему конкуренту. Есть еще бизнес по франшизе, тоже можно купить, но это тоже стоит огромных денег, вложений, ответственности и всего прочего. То есть в зале у нас среди новичков есть бизнесмены? Есть, да? Если не секрет, каким видеом бизнеса вы занимаетесь? Тобой продажа. Тобой продажа. Ну, то есть нужно, ну, вы знакомились со всеми прелестями современного бизнеса, соответственно, то, о чем я проговорила, это вам знакомо. Но я думаю, не только вам, потому что много в зале людей, которые пробовали бизнес в той или иной. В общем, все сложно на нашем рынке. Ну, можно еще поработать по найму. Я думаю, что большинство в зале тут работают по найму, да? Поднимите руки, кто в найме. Тут еще пока числись. Пока числись. Ну, соломки подстелила, пошла в другое место, да? Ну, то есть работа по найму, мы все прекрасно понимаем, что это жесткий график, что это отсутствие карьерного роста, там слишком не вывестишь, отсутствие пассивного дохода, отпуск, тоже нужно согласовывать в удобное время для вашего работодателя, а не для вас лично. Поэтому сейчас уже нет такого обучения и наставничества, как раньше было, это люди, те, которые старше работали, все прекрасно знают, что раньше были, ну, наставники и обучали и постоянно перепвалификации. Сейчас это крайне редко только за свой счет. Ну, то есть крайне редко за счет работодателя, а в основном за свой счет. Если хочешь учиться, как-то расти, значит, должен платить. Ну, собственно говоря, ты работая в найме, никогда не передашь бизнес по наследству. Это, наверное, всем знакомо. Сейчас, вот, как я уже говорила, много компаний, которые предлагают там свои услуги, но в основном это предметы, ну, все мы сейчас знаем, что предлагают сейчас сетевой маркетинг. Какие-то определенные там товары, здоровье, посуду, всякие тряпочки. Я вчера разговаривала тоже с знакомой, она говорит, ой, это сейчас Гринвей такое, сейчас популярное направление, там всякие тряпочки, полотенчики, все прочее, купила, ну, цена такая хорошая, там, по 150 рублей, вот, накупила на 3,5 тысячи, ну, представляете, сколько тряпок надо было купить на эти 3,5 тысячи. Тут, ну, наверное, все там, не знаю, что сделать с этими тряпочками. И, собственно говоря, сколько нужно этих тряпочек продать, чтобы заработать какую-то там личную сумму денег. Вот, средний чек в среде МЛМ 200-250 долларов на одного партнера в месяц. Ну, конечно, есть кто зарабатывает больше, бесспорно, но в основном пользуются продукцией и, соответственно, чисто для себя, если тот, кто занимается бизнесом, тот прекрасно знает, что это нужно постоянно докупать в течение месяца, какие-то определенные пакеты выкупать, ну, я думаю, что многие с этим сталкивались. И что я хочу сказать о бизнесе с европейской юридической службой. То есть, сейчас кратенько посмотрим. Рынок телемедицины в России может вырасти до 63 миллиардов рублей к 2023 году. Более чем удваивается за год. То есть, мы сейчас смотрели, рынок телемедицины, в принципе, он в начальной стадии находится и будет перерастать. И я думаю, что даже, наверное, больше, чем удваивается за год, потому что сейчас, как мы уже проговорили, все технологии развиваются семимильными шагами, внедряется в жизнь все очень быстро. Поэтому я думаю, что и рынок телемедицины сейчас тоже такими большими темпами будет заходить на рынок. Европейская юридическая служба. То есть, мы уже проговорили, что, например, этот продукт несет в себе огромную клиентскую ценность. То, что мы сейчас услышали, вообще, это ценно для любого человека, правда? Все эти истории. Имеет широкие перспективы для масштабирования. То есть, мы можем рынок телемедицины, если, например, рынок юридических услуг у нас, ну, Россия, вот 8 стран присутствия, то рынок телемедицины мы можем пользоваться в любой стране, лишь бы человек умел говорить на русском языке. Ну, то есть, если ты там можешь задать вопрос доктору на русском языке, ты можешь его задавать хоть откуда. И, как мы уже говорили, что продукт не имеет прямых конкурентов, и при этом ниши, в которых он представлен, имеет значительный потенциал роста. Согласны? Что это будет все расти и значительно множиться. Что такое бизнес с европейской юридической службой? То есть, все то, что я проговорила чуть выше, да, то есть, если мы хотим заняться своим бизнесом, значит, мы кладем на свои плечи непосильную ношу, гору ответственности и всего прочего. Здесь, за нас, 90% всех бизнес-процессов обеспечивает компания. Нам не надо думать, как этот продукт развивать, как его рекламировать, как его двигать на рынок, как вообще его создавать, какие деньги вкладывать в создание этого продукта. то есть, как логистика, как они, ну, должно это все доставляться. То есть, это все делает компания. Наша с вами задача, как партнеров, рассказывать, как мы пользуемся этим сервисом. И то, что мы сегодня услышали от наших партнеров и клиентов, кто пользуется юридическим сервисом, и тот, кто пользуется уже медицинским сервисом. Но согласитесь, об этом нельзя молчать, когда начинаешь пользоваться. То есть, как бы, мы просто рассказываем своим знакомым, близким, и понятно, что людям становится интересно, что это такое. Соответственно, как раз эти 10% то, что мы можем и должны делать. И тем самым мы обеспечиваем такие категории, как безопасность, защита, комфорт, здоровье. Все это дает нам европейская юридическая служба вот в такое, ну, то есть, прям упаковку такую нам дает. План вознаграждения это будет у нас в четверг. Тот, кто хочет разобраться, как зарабатывать на данном сервисе, пожалуйста, точно так же с 19 до 20 в этом же зале приглашаем вас на план вознаграждения. Ну, и, собственно говоря, у нас очень развито сопровождение бизнеса система наставничества и обучения. То есть, у нас постоянно проходит обучение, у нас проходит семинар, презентация, старты различные. Поэтому насчет обучения у нас все выстроено очень шикарно. Быстренько проговорим, что это у нас свободный график работает, ты работаешь, когда хочешь. Карьерный рост для аудиториозных людей, кто хочет расти по карьере, пожалуйста, у нас хороший карьерный рост. Зарплата неограничена, все зависит от самого партнера. зарплата сдельная, как поработал, так и получил. То есть, можно путешествовать за счет компании, и несколько раз в год мы выезжаем вместе с компанией за границу, точно так же для обучения, для проводиться апгрейды и миллениума у нас за границей. Очень многие партнеры у нас уже были за границей и прекрасно знают, как это проходит. Скажите, это здорово, масштабно, очень. Ну и, собственно говоря, вот такой путь есть еще передача бизнеса по наследству. То есть, все, что вы наработаете, вы можете передать своим детям. И это очень в наше время немаловажно. Согласны? Цель компании, чтобы наши партнеры зарабатывали от 100 тысяч и выше. То есть, здесь приводится такое там тысячи долларов и против вот 200 долларов там других сетевых компаний. Поэтому цель компании, это, конечно, забота о партнерах. У нас существует партнерская программа и вот несколько пакетов, но на сегодняшний день хит-продаж это 60 тысяч 180 рублей. С апреля месяца у нас как интересно сейчас будет догоняться. Самое интересное, когда делаешь презентацию, все нормально, это только вот здесь на экране. То есть, то, что мы проговорили, у нас существует несколько видов партнерской программы и как раз вот это пожалуйста, сейчас в апреле месяце у нас произошли кампании кардинальные изменения. если раньше у нас был жесткий пакет, то есть, то, что компания в него вкладывала, тем мы и пользовались. Сейчас мы можем пользоваться огромным набором услуг, вот то, что мы сейчас проговорили, это и юристы, это и телеведицина, это и вот такой умный браслет, как вот Светлана показывала, то есть, мы сами себе набираем то, что мы хотим. как конструктор. Заходим в кабинет и набираем. То есть, если вот у нас базовый тариф юридический, он у нас остается базовым, он не изменяется на любом ходе, он будет обязательно. Дальше мы уже набираем то, что нам нравится. Для себя, для семьи, для бизнеса, вип-пакет, то есть, все легко и доступно в личном кабинете. Вот я сделала такие скрины, немножко там, чтобы было понятно. Посмотрите, какой выбор, перечень различных услуг сейчас компания предоставляет. То есть, входите в личный кабинет и выбираете там. Вот, здоровье, главной экстрим для продвинутых. Программа тренировок, созданная специально для партнеров. То есть, это фитнес-тренеры, которые занимаются онлайн-диетологи, которые предоставляют вам, ну, постоянно контролируют. сейчас очень много различных тренингов, различных этих можно найти в интернете, да, но нашел ты, как бы, прошел, вроде бы, и непонятно дальше, что с этим делать. То здесь это все находится под контролем. То есть, вот такие у нас различные, начиная от здоровья и онлайн-психологи, и налоговые вычеты под ключ, и персональные юристы, и судебные юристы, и персональный доктор. То есть, шикарный выбор на любой вкус. Что хочешь, то себе и набираешь. Вот, как бы, такие. И, соответственно, преимущества нашей программы как раз то, что индивидуально мы можем подобрать, простота выбора и понимания того, что вы хотите, продуктивная вариативность, то есть, очень много продуктов различных, усиление преимуществ бизнес-ходов, то есть, с таким набором мы усиливаем свой вход. И, естественно, аудиторию охватываем уже гораздо больше, потому что здоровье нужно всем. Мы это уже поняли. Ну и фокусировка на бизнесе. Кому интересен бизнес, пожалуйста, в этой компании можно зарабатывать хорошие деньги. Вот мы видим, пожалуйста, среднемесячные доходы наших партнеров, они начинаются от 15 рублей, или там от 0 рублей. И вот такая шкала. Можно заработать и 60 тысяч, можно заработать 300 тысяч, можно заработать 700 тысяч, а можно заработать миллион и больше миллиона. То есть, все категории этих видов заработков, вернее, размер этих заработков у нас есть уже партнеров и зарабатывают все, что здесь показывают. Ну, сотрудничая с Европейской Рудической службой мы улучшаем качество в своей жизни. То есть, мы уже все поняли, что у нас есть. Мы можем управлять своими финансами, мы можем пользоваться юридической поддержкой, заботой о здоровье, мы социальную активность проявляем, потому что различные мероприятия устраиваем, ну, и строим свою карьеру, развиваем свой бизнес. Создаем свое благополучие. Хочу сказать, что на сегодняшний день выплачено более, ну, собственно говоря, 5 миллиардов выплаченных вознаграждений уже, практически там подарено более 130 новых автомобилей, в нашем зале тоже есть два человека, которые имеют новые автомобили от компании, и более 1700 участников международных каникул за счет компании. На сегодняшний день, наверное, уже и больше, потому что сейчас партнеров становится все больше, те, которые выполняют определенные условия компании и попадают на лидерские каникулы. Признание лучших партнеров, это у нас проходит на мероприятиях вот таких выездных, ну, собственно говоря, подведя итоги, мы понимаем, что, войдя в партнерскую программу, это бизнес без риска, высокий доход, семейный формат бизнеса, передача бизнеса по наследству, и что немаловажно с прошлого года, у нас еще есть такая автопролонгация, то есть, если человек по тем иным причинам не сможет продлить свой годовой пакет, компания оплачет за него консультант лайк, то есть, человек может пользоваться услугами, оставаться в структуре, но не иметь возможности заниматься бизнесом, но как только он передумал и у него появилась возможность, он спокойно может перейти на любой пакет и продолжать заниматься бизнесом. То есть, это тоже существенно немаловажно, потому что раньше партнеры просто выпадали из структуры, и было, конечно, обидно, когда много наработанных баллов было уже. Но то, что это инновационные продукты, мы все уже поняли, и, собственно говоря, то, что наша компания вывела на рынок, такие технологии для нашего здоровья и благополучия. Вот так вот мы отдыхаем. Хочешь так же? Давай с нами. Присоединяйтесь к партнерской программе, в программе европейской юридической службы, создавайте благополучие вместе с нами. сейчас самое время. Спасибо. Скажите, новички, для вас была интересная информация?